Лучевая терапия 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 И дальше врач-радиотерапевт уже решает, как она будет осуществлена, сколько потребуется сеансов, как часто они будут проводиться, потребуют ли они каких-то препаратов, которые будут потенциировать, усиливать действие лучевого лечения, как долго продлится вообще в целом курс, какую мы будем давать разовую очаговую дозу при каждодневном сеансе облучения, и сколько в сумме будет вклад лучевой терапии, что мы, собственно говоря, от нее ожидаем. Виды лучевой терапии очень разнообразные. Это может быть дистанционное облучение, с которым чаще всего встречаются наши пациенты. Это самый, наверное, старый метод лечения. А вообще лучевой терапии в прошлом году уже 125 лет исполнилось в момент ее первого использования. Это рентген-терапия, это телегамма-терапия на аппаратах с изотопами, скажем, кобальта. Это облучение тормозное потоком электронов, протонное, нейтронное. Очень много разных вариантов, каждый из которых может быть применен в определенной ситуации. Ну, естественно, в настоящее время, конечно, рентген-терапия, телегамма-терапия – это такие уже более архаичные методы лучевой терапии. В настоящее время мы в основном речь об облучении на современных ускорителях электронов, протонной, нейтронной и так далее терапии. Значит, это тот вариант, когда источник излучения находится на расстоянии, на дистанции от облучаемого объекта, от нашей опухолевой мишени. Второй вариант – это контактная лучевая терапия, тогда, когда источник излучения находится либо на поверхности, либо в самой опухоли, внутри ткани опухоли, внутри просвета органов, в котором имеется опухолевый процесс, или облучение радионуклидными частицами, которые тоже могут либо быть на поверхности, либо вводиться вообще непосредственно в кровеносное русло. И, как я уже сказала, на самых разных этапах лучевая терапия может быть очень эффективным методом лечения. Она может быть предоперационной, когда мы называем ее либо индукционной, либо неоадевантной. Задача такой лучевой терапии – это максимальное уменьшение опухолевой массы, воздействие на пути лимфоотока, на те зоны, где уже имеются какие-то метастатические процессы, с тем, что в дальнейшем, вследствие вот этого максимально возможного безопасного уменьшения, было возможно выполнить радикальное, то есть полное удаление опухоли. Но предоперационная лучевая терапия, она может быть и самостоятельным методом лечения, если, скажем, что наиболее часто встречается, скажем, при ее сочетании, при тандеме с химиотерапией или даже с иммунотерапией, с химиоиммунотерапией, мы достигаем очень выраженного клинического эффекта, иногда, который мы при помощи различных методов диагностики лучевой, можем говорить о полной ликвидации опухолевой массы. Предоперационная лучевая терапия бывает очень эффективна для опухоли в области прямой кишки и в настоящее время не только в международных клинических рекомендациях, но и в наших национальных. Вариант, когда у нас есть подтвержденные и рентгенологические, и результатами биопсии полный ответ опухоли на проведенную химио-лучевую терапию, концепция «смотри, наблюдай» в AT&C, она легализована и позволяет отсрочить или вообще избежать таким пациентам оперативного вмешательства. Лучевая терапия может проводиться интраоперационно. Я немножко об этом скажу поподробнее. Это тоже очень хороший метод, очень эффективный. Это тот вариант, когда непосредственно сразу, вот прямо в операционном зале, в операционной, после удаления опухоли, источник излучения подводится к ложе удаленной опухоли и позволяет таким образом избежать, ну, возможного рассеяния каких-то опухолевых клеток, попадания их в кровеносное русло, да, и таким образом уменьшает риски развития и местного рецидива, и потом отдаленного метастазирования. Это хороший метод. Он используется для молочной железы, для, и чаще всего для молочной железы, для опухоли мягких тканей после удаления, и даже в ряде случаев для опухоли желудочно-кишечного тракта. Но этот метод не лишен своих недостатков, потому что, ну, во-первых, естественно, он требует наличия соответствующей аппаратуры, компактной, эффективной, которая может быть расположена непосредственно в операционном зале, да, непосредственно требует обеспечения безопасности для персонала, который работает, производя такое лечение. Кроме того, конечно, в условиях операционного поля надо понимать, что мы можем воздействовать, ну, в силу ограниченности, да, площади воздействия только именно на ту зону, где была расположена опухоль. Мы не можем воздействовать на пути лимфооттока. Это, конечно, удлиняет время операции, пребывание больного под наркозом, ну, и не всегда те дозы, которые проводятся однократно, они могут обеспечить и гарантировать от развития продолжения заболевания. Поэтому чаще все-таки это такой компонент сочетанной лучевой терапии и интероперационной лучевой терапии, ну, очень часто в дальнейшем дополняется уже дистанционным, таким пролонгированным облучением. Так, помогите мне вернуться назад, потому что... Да, значит, естественно, послеоперационная лучевая терапия... Значит, нередко послеоперационная лучевая терапия дополняет эффект проведенного оперативного вмешательства с той же целью для того, чтобы уменьшить риски рассеяния опухоли уховых клеток в ходе операции для уменьшения рисков местного рецидива, отдаленного метастазирования. И наиболее часто в настоящее время это опухоли молочной железы, лучевая терапия, опухоли мягких тканей, опухоли костей, тогда, когда лучевая терапия – высокоэффективный метод оказания помощи таким пациентам. Лучевая терапия может быть в самостоятельном варианте проводиться, причем для ряда заболеваний, для небольших опухолей, скажем, паренхимы легких, для раннего рака пищевода, для предстательной железы, безусловно. Лучевая терапия и в монорежиме в сочетании для ряда локализации с химиотерапией она может быть самостоятельным и сопоставимым по своей эффективности методом лечения, если ее сравнивать, скажем, с эффективностью радикального оперативного вмешательства. Безусловно, лучевая терапия может обеспечивать не только такие вот радикальные варианты воздействия, она может просто сдерживать дальнейшее развитие опухолевого процесса, и тогда мы говорим о палеотимной лучевой терапии, или быть симптоматической, когда она способствует устранению симптомов, связанных с развитием опухолевого процесса, боли, непроходимость пищи, например. И в том и в другом случае лучевая терапия способствует не только уменьшению симптоматики, но и продлению жизни пациентов и, конечно, улучшению качества. Как я уже сказала, это действительно целая технология, которая, в общем, требует от специалистов участия сразу нескольких специалистов разных специальностей, и она как бы в себя аккумулирует, синтезирует знания физико-технического плана, радиобиологии, она в себя аккумулирует различные достижения в области IT-технологий, и начинается все с предлучевой подготовки. Что такое предлучевая подготовка? На первом этапе на томографии-симуляторе выполняется последовательное сканирование той зоны, где расположена опухоль. Это послойность с шагом в 1-3 мм получения таких компьютерных срезов, которые затем оцениваются врачом-радиоториопевтом вместе с врачом-рентгенологом, оценивается положение самой опухоли, расположение смежных органов, и в ходе этого этапа выносятся на кожу кожные метки, которые в дальнейшем будут способствовать улучшению навигации уже во время проведения сеансов облучения. Дальше. Селие этих срезов переносится на планирующую станцию, на которой доктор-радиоторопевт вместе с врачом-рентгенологом проводят обозначение оконтуривания тех зон, которые будут касаться самой опухолевой мишени, видимых лимфоузлов, если они поражены, будут вынесены границы тех зон, куда происходит анатомический отток лимфы, и также выносятся все органы печень, почки, спиной мозг, кишечник, те органы, которые будут попадать в поле нашего воздействия, с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить безопасную и минимально возможную лучевую нагрузку на эти органы. И параметры вот этого возможного безопасного подведения к тем органам, которые не нуждаются в лучевой терапии, но попадают в поле воздействия, они очень строго регламентированы теми стандартами, которые приняты КВАНТЕК и другими организациями, которые обеспечивают традиционную безопасность в целом ядерной медицины. Тогда, когда у нас произведено оконтуривание мишени смежных органов, когда мы понимаем те объемы и те задачи, которые стоят в данном конкретном случае, дальше доктор-радиотерапевт обсуждает уже план лечения с медицинским физиком. Это высокоспециализированная специальность, требующая высшего образования физико-технического плана. И перед физиком ставится задача, которая как раз и определяет, какую разовую дозу мы будем давать им пациенту, как часто, как долго продлится курс, сколько потребуется фракция в лучении. Дальше уже физик проводит расчеты с тем, чтобы оптимальным образом расположить пространственно и количественно пучки излучения, с тем, чтобы максимально возможные дозы были подведены к опухолевому очагу и минимально при этом распространялась лучевая нагрузка на смежные органы. Дальше такой индивидуальный план рассчитан. Это целая компьютерная программа для каждого пациента. Она передается уже на лечебную консоль, на линейный ускоритель. И дальше каждый сеанс выполняется строго в соответствии с расчетами, которые произведены, и под контролем визуальным. Это может быть рентгеновское изображение, это может быть компьютерная томография для понимания того, что у нас производится воспроизводимая укладка, и каждый раз в зоне нашего воздействия оказывается именно та зона в тех параметрах расчетных ежедневного облучения, которые мы себе это запланировали. Лечение для того, чтобы обеспечить такое стандартное воспроизводимое положение больного, а самое главное – опухолевое мишень, осуществляется с помощью различных методов иммобилизации. Это могут быть индивидуальные термопластичные маски, такие вакуумные матрасики, термопластические маски и различные деки с устройствами для рук, для подголовника, которые обеспечивают наиболее оптимальное положение для проведения сеансов облучения. Это дозиметрическое планирование, но современные ускорители электронов позволяют выполнять самые сложные в технологическом плане способы подведения пучка излучения. Это могут быть варианты статического облучения, когда используется подведение из нескольких направлений под определенными углами, с определенным вкладом с каждого поля облучения. Это могут быть варианты, когда меняется конфигурация каждого пучка в зависимости от особенностей расположения нашего мишени, и это может осуществляться при помощи сложных многолепестковых коллиматоров, и таким образом максимально соответствует поле излучения каждой протяженности и объема и форме облучаемого объекта, это варианты дистанционного облучения, которые мы используем. Оно может быть пролонгированным, когда облучение проводится в зависимости от ситуации, может быть от 5 до 25 и 30 сеансов. Это может быть стереотоксическое облучение, тогда, когда облучаемые объекты очень невелики, от 1 нескольких миллиметров до 5 сантиметров максимум, и дозы, которые мы разовые подводим, они очень высокие, это может быть 8-15 грей, однократно 20, и в пересчете на стандартные варианты облучения, суммарная очаговая в таких дозах может достигать 120-150 грей, которые, безусловно, оказывают, конечно, сильное воздействие, максимально возможное, что актуально, например, для метастатических очагов в легких, в печени, в головном мозге. И повторюсь, что на сегодняшний день совсем немного органов, которые, или онкологических заболеваний, в которых не требуется лучевая терапия. Это и опухоли кожи, это и опухоли желудочно-кишечного тракта, и головного мозга, и даже онкоавтальмология тоже успешно используют лучевые методы лечения. Брахиотерапия. От слова «брахос» короткий, это короткий курс лечения, который связан с подведением источника либо на поверхность, либо в просвет органа, либо в ткани. И широко используется, ну, в онкогинекологии, это внутриполосные, рак шейки матки, рак телом матки, в сочетанном самостоятельном лечении рака пищеводов, бронхов, прямой кишки, анального канала. Аппликационные – это опухоли, естественно, поверхностно расположенные, это чаще опухоли кожи, для которых существуют тоже специальные аппликаторы. Внутри тканевая барахиотерапия – это новообразование молочной железы, послеоперационное облучение высокоэффективное, которое позволяет непосредственно к ложе опухоли подвести очень безопасно и с минимальной нагрузкой на миокард, на кожу, на легкие, достаточно высокие дозы облучения. Безусловно, предстательная железа, где эффективность лучевой терапии самостоятельно сопоставима с эффективностью оперативного вмешательства, но даже при опухолях печени, при метастатических, тоже она может использоваться в ряде случаев, когда другие методы воздействия недоступны или нежелательны в силу особенностей течения заболевания. Радионуклидная радиозатопная терапия – тоже широко распространенная. Для предстательной железы хорошо известен метод лечения радиоактивными зернами йода-131, для щитовидной железы используются изотопы стронция, особенно при множественных метастазах кости, ну и так далее. Здесь этот метод хорош, но единственное, что здесь сложнее произвести такие точные, корректные расчеты дозиметрического планирования. Ну и, безусловно, этот метод, ну, его сложно воспроизвести или, скажем, сделать таким многоразовым, да, многофракционным. Ну, стереотоксическая лучевая терапия, я на ней, собственно говоря, уже останавливалась. Еще раз повторю, это возможность подведения высоких доз в ограниченные объемы с очень высокой степенью эрадикации этих новообразований. Из того, о чем я, может, еще не говорила, это новообразование костей и самостоятельные и метастатические, мягких тканей, лечение первичных опухолей в легких, головном мозге, поджелудочной железе, о которых мы тоже говорили, печени. Это, безусловно, очень расширяет возможности лечения таких пациентов и тех локализаций, которые раньше, конечно, не могли получить такого лечения. Не было соответствующего обеспечения технического для лучевой терапии при таких новообразованиях. Всевозможные способы есть наведения для того, чтобы действительно при подведении таких высоких доз мы были уверены, что облучение безопасно. Для подвижных новообразований мы используем вообще лечение, которое синхронизировано с фазами дыхания. На вдохе, например, если у нас локализации, при которых подвижность органов вне, даже и во время самого сеанса, она достаточно велика. Например, при опухолях легких печени пучок облучения строго следует за фазой дыхания, с тем, чтобы смещение, которое возникает при акции дыхания, не меняли зоны попадания нашего пучка. Каковы же перспективы лучевого лечения? За последние годы действительно такой качественный просто был сделан скачок в возможностях лучевого лечения. И в настоящее время все больше используются методики такой визуально-ориентированной лучевой терапии под КТ-наведением, под контролем МРТ-изображений. Безусловно, возможности этим не исчерпываются, поскольку поиск новых препаратов, которые усиливают, потенциируют действия лучевой терапии, радиомодификаторов, позволят увеличить клинический эффект такого совместного воздействия, управлять радиочувствительностью опухолевых клеток. И, безусловно, применение новых препаратов химиотерапевтических и радио- и иммунотерапевтических, безусловно, тоже откроет, безусловно, новые возможности и расширит сферу применения нашего лечения. Благодарю вас за внимание, и если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.